здравствуйте с вами снова александр я хочу вам рассказать сегодня на кресле которое мне очень нравится это кресло от компании diona она называется monterrey 2 это кресло категории 2 3 от 15 до 36 килограмм и сегодня с вами мы его изучим посмотрим что она себе представляет как она крепится и вообще что это такое так что смотрим monterrey 2 а собственно как вы видите кресло у нас как я сказал в категории 23 это кресло крупная она у нас так как с трех лет она не может быть меньше и здесь нету внутренних ремней 2-3 категории ребенок крепится уже взрослым ремнем как вот вы себя крепите то же самое происходит здесь в этой группе кресел вот вообще монтерей это американский бренд по безопасности сразу скажу она заработала неплохие оценки в краш тестах поэтому в плане безопасности здесь все отлично давайте сразу о тканях поговорим монтерей ткани мне всегда нравились вот вся часть где спинка вот это все папа ребенка здесь сбоку здесь всегда выполнена сеточка летом это очень хорошо ребенок особо не потеет вот дальше здесь здесь используется типа микрофибры что-то типа алькантары как будто бы внешняя вот вся часть и вот эта передняя часть сидушки очень приятная на ощупь и я видел кресло такие которым же пять лет дети ездят они реально как новые они очень так и не теряют свой товарный вид ткань очень износостойкая в этом плане здесь тоже все отлично вот и что мне нравится мы мерили уже много раз детей в подобное кресло здесь очень очень хорошая посадка он реально ребенок как на троне сидит здесь нужно месте находится подлокотники не одно название чисто для ремня направляющая полноценный нормальный подлокотник вот это кресло также растет естественно вверх растет угол как высоко и что еще очень классно вот с этого ракурса ваш беднее здесь есть вот такая штучка мы поворачиваем смотрите что происходит это кресло растет и в ширину потому что зима в конце концов курточка не все снимают хотя надо но вы можете раздвинуть и что еще здорово ширина регулируется независимо от высоты подголовника обычно происходит все это одновременно поднимаем и он расширяется здесь спокойно на любой высоте можете расширить по моему вообще суперская задумка почему остальные производители так не делают не знаю вот давайте с этого ракурса вам покажу что спереди происходит смотрите диапазон реально крупный большой поэтому здорово вот за эту фишку уже стоит выбрать это кресло по поводу кстати материалов очень мягенько очень мягенько прям со всех сторон прям как на диванчике при общей супер в этом платье плане здорово еще из фишек с двух сторон здесь есть подстаканники они достаточно глубокие вот вам видно бутылочка туда упадет нормальненько на самом деле круто вот у меня ребенок например постоянно хочет папа дай водички мама дай водички вот поставил бутылочку пускай себе пьет все здорово что касается крепления давайте посмотрим здесь использована не совсем обычная система не полноценный изофикс а скажем так его урезанная версия но она не хуже насколько вот я понимаю не хуже чем обычная ремень ремень это вещь достаточно крепкая на низ там ниточек простых сделано очень прочная вещь крючок на одном конце и потом затягиваем видите да что касается удобства установки такого кресла вы вытянули у вас один крючок в одной руке спокойно просунули туда глубоко изофикс тоже не сразу наружу находится она еще найти защелкнулись подтянули то же самое делаем с этой стороны соответственно все здорово кстати вот уже и наклеечка о том что 4404 сертификат есть на границе с той же финляндии иногда спрашивают можно показать чтобы от вас отстали она соответствует всем с европейским стандартам тоже вот давайте прикрепим прикрепили вот я закрепила но сейчас типа болтается после чего подтянули все она стоит очень крепко и в одну сторону не юлозит тоже очень на мой взгляд нормальная система имеет место как говорится быть и удобнее ставить дальше ребенка посадили сразу покажу вам ремень пропускаем вот так вот и очень сильно важный момент подголовники всегда есть направляющие для ремня обычно он красного цвета но в этом кресле они не стали выделять отдельным цветом а сделали вот здесь вот красную полосочку чтобы понимали что здесь под ним направляющий и соответственно как к на какой высоте должен быть подголовник он должен быть на высоте от подголовника до плеча ребенка не больше двух пальцев и не меньше одного и тогда подголовник в нужном месте в противном случае если вы поднимите выше при дтп ремень будет на горле сами понимаете этого допустить ни в коем случае нельзя соответственно соблюдаем эти правила и все будет хорошо сразу замечу ремни всегда должны быть под под подлокотником и здесь и здесь важный тоже момент вот в принципе как крепить показал что она себе представляет показал двух словах скажу вам свое мнение это одно из кресел которые я приглядываю для своего ребенка мне нравится эта модель она стоит недорого и по уровню безопасности по качеству своему практически как топовое решение от немцев почему бы и не выбрать его на самом деле вот она по безопасности выступать не будет но дешевле за того что это не такой вот прям навороченный бренд это тот случай один из немногих когда вот соотношение цены качества здесь просто великолепно и вот поэтому рекомендую обязательно на него обратить внимание посадите ребенка убедитесь в том что я вам говорю что здесь посадка реально как на троне очень удобная посадка но вместительная зимой проблем не будет ребенок испытывает с местностью кресла поэтому обратно обязательно обратите внимание и в заключении если это видео вам было полезно и интересно ставьте лайки подписывайтесь обязательно на канал на канале достаточно скоро будут проводиться розыгрыши интересных вещей поэтому подпишитесь поставьте галочку на звоночки чтобы получали уведомления новых видео и в них вы уже можете проследить когда какие розыгрыши будут соответственно могу в заключении поблагодарить еще магазин мир автокресел за то что предоставил на обзор нам интересную модельку этого кресла вот и вам пожелать хочу хорошего грамотного выбора автокресла для своего ребенка и удачи до свидания